Это Рынки Утро, мы продолжаем. Студия Левтина Пенкальская и Алексей Таболин. Меньше полчаса у нас до старта торгов остается. Все, что нужно знать сегодня инвестору, прямо сейчас, только у нас. И самое свежее. Слухи стали официальной информацией. Яндекс действительно хочет выплатить дивиденды впервые в своей истории. Это рекомендация менеджмента Совету Директоров. 80 рублей на акцию, дивидоходный всего около 2%, но и это неплохо. Также компания представила отчет по МСФО за второй квартал и первые 6 месяцев. Выручка и беда оказались выше консенсус прогноза. Будет ли сегодня выше 4000 бумаги Яндекса? Как думаешь, Леш, что вообще интересного в отчете? Давай, да, пройдемся по основным цифрам. Во-первых, выручка за первое полугодие составила 478 миллиардов рублей, что почти на 40% больше год-году. Скорректированная ебеда составила 85 миллиардов рублей на 75% больше год-году. Существенный прирост. Чистый убыток составил 11,7 миллиардов рублей. При этом скорректированная прибыль составила 44 миллиарда рублей. Также, как ты сказала, компания объявила дивиденды в размере 80 рублей на одну акцию. Это примерно 2% дивидендной доходности. Занятно, что утром мы это обсуждали и наш гость прям пробил, что это будет примерно 2% дивидендной доходности. Что интересного? Также аналитики предполагают, что объявлены дивиденды за полгода и, возможно, будет и за вторую половину такая же выплата, ну или другая похожая. Что вообще удивляет и аналитиков, мне кажется. Может быть, вот он, тот самый позитив, который мы уже второй день ищем и не можем найти на российском рынке. Пишите, кстати, ваше мнение, обращаясь к нашим зрителям, что думаете по поводу Яндекса, дивидендов, отчета, ваши вопросы, комментарии. Мы рады вас слышать, читать. Также по Яндексу последнюю мысль хотела добавить, что еще одним возможным драйвером роста могут выступить опять же те самые слухи, которые ходили вокруг дивидендов. Сейчас все обсуждают то, что уже в августе заседание индексного комитета Мосбиржа и бумаги Яндекса могут быть включены в индекс Мосбиржи. Даже я видела такие цифры, что с весом чуть ли не 4%. Ну, Яндекс всегда был очень важной бумагой для российского фондового рынка. И особенно в индексе и в народном портфеле. Мы постоянно его обсуждаем. Поэтому в последнее время его, конечно, продавали. Возможно, те, кто уходит из российского рынка, кто был ранее заморожен. Возможно, тот, кто попал под конвертацию. Но кто знает, может, тренд развернется. Да, будем сегодня надеяться, что Яндекс все поддержит. Что сегодня еще интересного ждем? Отчет Яндекса дождались. Что теперь дальше? Да, давай одной строчкой про пару новостей. Во-первых, старт торгов компании Апри. Но это мы обсудим позже, конечно. Также ожидается МСФО ВТБ за первое полугодие. И пару отчетов именно РСБУ за первое полугодие компании СФА и Европлана, ее, собственно, дочке. Будет интересно посмотреть, как минимум на Европлан, мне лично. Почему? Ну, я люблю финансовый сектор, а тут Европлан в центре внимания как у меня, так и у моих коллег. Ну да, тем более, мне кажется, влияние ставки на лизинговый бизнес как раз сейчас все широко обсуждается. Да, лизинговый бизнес сейчас находится в центре внимания. Возможно, там будут интересные новости в этом году. Ну, а по ВТБ тоже добавлю, что у нас консенсус по отчету ВТБ за второй квартал. Это сокращение чистой прибыли на 4%. Так что, если будет вдруг чуть лучше, то ВТБ же у нас в составе тоже индексы Музбиржи. Может быть, тоже еще будет одним позитивом. Может, это конечно дивиденды. Ну, это уже притчевые языцы, дивиденды ВТБ. Ну, а мы переходим уже к более подробному обсуждению. И тут как раз и та новость, которую ты озвучил про девелопера АПРИ. Будем обсуждать девелоперов сектора недвижимости. Вместе с нашим гостем у нас в студии Ирина Фомкина, старший аналитик Альфа-банка. Ирина, доброе утро. Спасибо большое, что пришли. Ну, начнем я, наверное... Нет, начну я даже не с АПРИ, а с главного вопроса, Ирина. Когда будут дешеветь квартиры? Будут ли в этом... Кажется, что все, вот все ипотеки закончились, спрос упал. И кажется, что теперь-то цены должны пойти вниз, как всегда все ожидают. Нет? Безусловно, не все ипотеки закончились. У нас продолжает действовать семейная ипотека. У нас был лаг в 12 месяцев, когда... Ой, 12 месяцев, прошу прощения, 12 дней, когда правительство утверждало новые условия семейной ипотеки. Сейчас, в принципе, они достаточно приемлемые, как для Москвы, потому что есть комбинированная ипотека, так и для ряда регионов. Какие-то изменения возможны после того, как закончится вот этот выжидательный период со стороны правительства. Как Марат Куснулин заявил, что примерно три месяца взяли на то, чтобы посмотреть, что вообще с рынком происходит. И, возможно, дальше будут меняться условия ипотеки, именно семейные. И здесь есть развилка. С одной стороны, возможно, государство будет, безусловно, поддерживать семьи. Но это государство заинтересовано в этом. Может быть, расширит эти условия. А может быть, наоборот, как раз риторика выглядит таким образом, что условия могут ужесточить. И если ставку увеличат до 12%, с учетом того, какой сейчас ключ, вероятнее всего, это, безусловно, окажет давление. Но у нас есть три месяца... Вы про цены, Ирина, ничего не сказали. Чтобы... Ну, так уж, из моего вопроса с ценами не ждете. Вообще, какое-то изменение конъюнктуры на рынке в целом. Мы считаем, что вот сейчас, да, соответственно, сложный месяц июль, сложный месяц август. Это все летние месяцы. И некоторые застройщики делают скидки уже. По факту, в дальнейшем, сейчас вообще год-год, если посмотреть рост цен, по разным источникам, порядка 12%, если мы говорим по России. Соответственно, по итогам года мы считаем, что будет либо некая стагнация цен, либо там небольшой рост. Но это при условиях, если у нас семейная ипотека не будет изменена в октябре. Ирина, мы в Москве находимся с Алифтиной. Ну, нам-то, скажите, в Москве по квартирам. Как быть? Покупать прямо сейчас. О, ну это... Вот сколько было у нас экспертов по сектору недвижимости. Вот все говорят, покупать прямо сейчас. Я чувствую тут какую-то заинтересованность конкретно секторальную. Хорошо, Ирина. Вопрос тогда уже более к новостной нашей повестке. Вот вы сейчас тоже сказали, что вроде и три месяца взяли на обдумывание итогов завершения льготных программ. И сейчас такой неопределенный период. Но в то же время выходит у нас АПРИ на биржу. Переподписка вышла по верхней границе. То есть интерес к девелоперам, суть по всему, сохраняется? Верит рынок во что-то? Разделяете ли вы вот эти позитивные ожидания? На самом деле, с одной стороны, да, есть такой тренд. Но это скорее вызвано интересом непосредственно к развивающемуся застройщику. И в данном случае интересен именно темп роста застройщика. Именно в АПРИ? В частности, да, потому что он сделал размещение. В целом сектор находится в достаточно сложной ситуации. У нас очень дорогой долг. Соответственно, да, есть проектное финансирование. Но именно процентные платежи по долгу, они могут быть увеличены. В силу того, что ключевая ставка большая. И там часть долга, она, безусловно, будет с большим процентом. Плюс покрытие с кроу-счетами. Не у каждого застройщика один и х плюс. Соответственно, проектное финансирование чуть дороже становится. И, соответственно, это давит на результаты. И в дальнейшем мы увидим это отражение негативное в отчетности. Из застройщиков я бы выделила эталон. Поскольку компания имеет четкую стратегию развития. Они идут в регионы, где наибольший спрос отложен. И, в частности, ряд объектов строят в тех регионах, в которых старый земельный банк. И, соответственно, просто часть людей может даже без ипотеки это все купить. И если мы посмотрим за отчетность компании за первые два квартала. Там количество сделок с ипотекой порядка 40%. Ирина, эталон все-таки строит квартиры выше среднего диапазона. Как минимум не самые дешевые. Некоторые отмечают, что у нас поддержка идет в спроса низших слоев. Или от самых богатых, бедных точнее. Как вы смотрите в этом в связи на эталон? Что, возможно, средний класс немного ощипывает, в том числе налогами некоторыми. Сохранится ли спрос от них на квартиры? Несколько такой, прошу прощения, устаревший, наверное, взгляд на эталон. Потому что в прошлом году компания диверсифицировала свой бизнес. И сейчас именно те проекты, которые строятся в регионах, это масс-маркет. Это доступное жилье, которое может приобрести каждый желающий. Безусловно, с наличием правоначального взноса в ипотеке. Или же с наличием всего КШ, денежных средств на то, чтобы эту квартиру купить. Рисков того, что... То есть рисков по факту не меньше и не больше, чем у ПК, у самолетов. Но вы выделили все-таки как вашего фаворита эталон. Да. Вам как раз таки правильно поняла за счет того, что доля ипотечных сделок, как вы сказали, порядка 40% за счет этого, вы считаете, что эталон сейчас наиболее стабилен. Или есть еще какие-то аргументы? Это четкая стратегия. Безусловно, будет развитие компании, понятное. И плюс ко всему выход в регионы. Ну, собственно, это один из основных факторов. А почему, условно говоря, эталон, а не самолет? Потому что многие как раз таки фавориты называют самолет. Вот вы почему? Самолет, у нас тоже, мы считаем, что он недооценен. Но есть ряд факторов, там, большой долг. Соответственно, он несколько смущает. Но с точки зрения того, что четко можно рекомендовать, на мой взгляд, это эталон. Безусловно, есть недооцененность и у самолета, и у ПК, в частности, несмотря на то, что он последний тоже подрос. Но вот именно в моем понимании наиболее четкая стратегия, наиболее понятные шаги, которые компания предпринимает, это сейчас у эталона. Плюс компания должна провести редмицеляцию. Мы не ожидаем, что после этого будет какая-то выплата дивидендов. Но, тем не менее, может быть, через год мы увидим улучшение. А есть ожидания, когда вообще редмицеляция будет? Компания прогнозировала 9 месяцев, то есть в сентябре примерно закончится. Но не исключено, там, либо затянется, либо нет. Будем ждать комментарии руководства. Да, вот у нас зрители задают вопрос. Я напоминаю, что вы можете перейти по QR-коду на экране и задать вопрос нам или гостю. Также подписывайтесь на телеграм-канал «Сам ты инвестор». Не пропустите самое главное из экономических и фондовых новостей. Вопрос такой. Если ставка будет очень долго высокая, как это скажется на бизнесе застройщиков? Ну, или, возможно, еще на цене куда-то? Ну, да, надо понимать, что если у нас ставка 18, то у нас ипотека сейчас выше 20-24. То есть, да, пусть всего 40% того же эталона, но, мне кажется, это какие-то уже заградительные пошлины. И ЦБ говорит, что долго такая ставка может быть? Здесь, безусловно, да. Изначально там в наших первоначальных оценках мы не прогнозировали, что смягчение политики Центрального банка не будет до конца года. Это некий негативный фактор. Мы считаем, что, безусловно, это отразится негативно на спросе, потому что мы видим, что сейчас ушло по господдержке 2020 порядка 15% сделок, если говорить, ну, в целом, да, то есть, в целом, если по ДДУ смотреть, это 30%, но от общего количества сделок у девелоперов это порядка вот 15% сделок. И, соответственно, здесь вот эти как раз 15-30% покупателей, они попадают в ситуацию, когда они не могут взять ипотеку, потому что ежемесячный платеж, он выше, чем средняя заработная плата и, ну, заградительная ставка. А здесь вступают в активную фазу программы рассрочки траншевая ипотека. Это когда транши, собственно, когда мы первоначально взносу на стабильный, но несколько лет или там до ввода в эксплуатацию или какие-то иные условия банк предлагает, мы платим чуть меньше, например, 60 тысяч в месяц, которые там для Москвы крайне подъемные, если говорить о сравнении со средней заработной. Смотрите, Ирина, я так понимаю, что таргеты не буду вас спрашивать, вы сказали, что они вас сейчас на пересмотре. Пока на пересмотре, да. Вопрос, давайте мы пройдемся хотя бы держать, вот эти вот патрон-кредитеты. Покупать. Держать, покупать, продавать. Эталон. Покупать. Покупать. Самолет. Высдержусь? Пик. Можно, да, купить. И ЛСР. Мы, кстати, его не затрагиваем. Мы его держим, с рекомендацией держать. Посмотрим, что будет после пересмотра. Сейчас нас смущает то, что нет четкой стратегии. И в целом компания несколько не так активно публикует новости по бизнесу. Но то, что они выходят в Эмираты, строят, активно диверсифицируют свой бизнес в плане застройки и отельных комплексов, которые туризм активно сейчас будет развиваться и уже развивается. Попробуйте найти свободные номера в гостиницах в рамках внутреннего туризма. И, соответственно, это тоже некоторый позитивный фактор. Но это, скорее, такая долгосрочная большая идея. Вот у меня, знаете, может быть, глобально вот такое непонимание общей до сих пор картинки. С одной стороны, вот вы назвали даже вот эти вот таргеты. В целом, можно сказать, что на сектор вы смотрите в целом как бы лучше среднего. То есть довольно позитивно. При этом огромные ставки. У нас импортные стройматериалы. Дефицит рабочей силы, что для строительного сектора крайне важен. Тем не менее, в целом, у вас взгляд положительный. То есть вы предполагаете, исходя из этого, как я думаю, что продажи будут сохраняться все равно на высоком уровне. За какие деньги? Здесь насчет материалов. У нас Капекс иностранный только в плане оборудования. А все материалы в основном это российское производство. Даже у ЛСР, у которого более премиальный сегмент, у них есть собственное производство. У ПК, соответственно, тоже большая часть всех материалов это именно свое импортозамещение пришло на ура. Здесь, если мы говорим про поддержку именно спроса, это безусловно как раз траншевая ипотека, это рост доходов населения. То есть обвала продаж вы не ждете на востоке? Некоторое снижение, возможно, в силу того, что сейчас, ну, понятно, высокие ставки. Но это краткосрочная история. И опять же, мы говорим о том, что есть рассрочка. Рассрочку, когда ты платишь 60 тысяч в месяц, это актуальная история. Ужеточение в данном случае, именно снижение продаж, возможно, в том случае, если вот сегодня выходила новость о том, что с 2025 года у нас будут ужесточаться правила для банков, о том, как мы можем выдавать ипотеку. Если банки действительно будут контролировать более четко историю с тем, что на первоначальный взнос мы не можем взять потреб, потреб кредит, прошу прощения, соответственно, это может ужесточить выдачу ипотеки в том числе. Какие страшные слова. Вы говорите, не кто-то берет потреб кредит на первоначальный взнос, а мне кажется, следующий этап – это взять в МФО кредит на потреб кредит, да, как бы вот такая у нас среди. Так и вот. Покупаем замер. Так, а вот что, кстати, по поводу нас Сергей, тоже наш постоянный зритель, спасибо ему большое за активность, Сергей, мы читаем все ваши сообщения. Он интересуется по поводу нераспроданности новостроек, приводит пример, конечно, своего конкретного города, не знаем, какой, но тем не менее, что в моем городе на 1 июля остаются нераспроданными 64% новостроек. Ну, действительно, тоже видела данные, что большой процент нераспроданного жилья, подтверждаете ли вы эти данные? Интересно, какой город, поскольку, честно, не смотрела последнюю, вот вчера должна была посмотреть, но не посмотрела статистику по нераспроданности. В России смотрела, если мы говорим по нераспроданности, по Дом РФ, скорее всего, это 40 с чем-то процентов, и плюс есть еще неоткрытые к продаже объекты, там порядка 20 процентов. Потому что цифра-то большая? 40 процентов, это реалия последних лет, исключая прошлый год, который был пиковым, безусловно, под опасением того, что ипотека будет изменена, господдержка и изменения какие-то в семейной ипотеке будут, безусловно, квартиры быстрее продавали. Здесь именно вопрос ввода, вопрос строительства новых объектов, и мы считаем, что, в принципе, стройка будет замедляться. В этом году мы ожидаем, что замедление, вероятнее всего, произойдет на 9 процентов в спорный момент, потому что там Франк Арджи считает, что это будет флэт-динамика год-году, но это именно ввод в эксплуатацию, это несколько другое, это когда дом уже построились, ключи отдали, и, собственно, он готов. А еще вопрос такой, вот на этом рынке консолидация еще даже до конца не закончена, она началась, можно сказать, в десятых годах. Ожидает ли вы, что, например, текущие крупные игроки, которые мы обсуждаем, или, может, еще какие-то будут продолжать консолидировать, сделки какие-то МНА, возможно? Мы не исключаем, то есть таких новостей официально мы не видели еще, но мы не исключаем, что в ряде застройщиков, в частности, тех, которые я назвала в рамках покупать, не исключаем такой возможности, потому что при высоких ставках у компаний больших есть возможность получить проектное финансирование с меньшим покрытием скроу счетов под более приемлемый процент, потому что банк видит, что застройщик стабильный, большой, у него большое количество проектов. Он, в общем, есть ряд риск-факторов, которые несколько снижены, и, соответственно, он может получить более дешевое кредитование и, может быть, дофинансировать ипотеку, то есть ее под 8% выдавать, даже сейчас, да, такие досубсидируемые истории есть, в убыток своей маржи, но тем не менее. В общем, интересные, да, Ирина прогнозы. Не могу сказать, что совсем согласна, но вот мы как раз отвлечемся на две минуты от рынка недвижимости, может быть, зрители тоже осмыслят, напишут нам какие-то комментарии. Пока расскажите, что у нас на рынке сырья происходит, что там интересного. Больших новостей там нет, но основное, что в центре внимания, это, во-первых, слабый спрос Китая, который определяет конъюнктуру, во-первых, в нефти. Марка Brent сейчас торгуется по 79,5 долларов за баррель. Как раз-таки главная новость по мнению Reuters, что влияет на котировки, это именно слабый спрос Китая. Притом они отмечают, что котировки полностью игнорируют новости из Венесуэлы, из Израиля, но, возможно, ближайшее заседание ФРС или ОПЕК-плюс как-то оживит. Также у нас газ немного реагирует плюсом на новости о Ближнем Востоке. Золото у нас котируется по 2388 долларов за тройскую унцию, немного прибавляет сейчас, и оно как раз-таки ждет ФРС всем, чем может. Ну, из интересного, также медь немного падает, как и все промышленные металлы, которые мы вчера обсуждали, все так же в ожидании новостей хороших от Китая, ну, ждут и ждут. В Китае, кстати, тоже проблемы с недвижимостью. У нас пока нету, но это так, чтобы перейти. Именно вот у меня, наверное, последний вопрос остался, если можно кратко, только минуту. Был у нас какой-то момент, большой разрыв между стоимостью первички и вторички. Сейчас что с ним происходит? До сих пор есть, он сохраняется в среднем на этом горизонте с января по текущий месяц на уровне 46% в целом по России, 45-46% в Москве, это порядка 7%, соответственно, ну, понятно, что вторички. Но этот баланс будет как-то уходить, чтобы уравновесить рынок? Возможно, да, в силу того, что у нас сейчас условия по ипотеке примерно одинаковые для первички и для вторички, но все еще заградительные ставки, поэтому сложно говорить о том, что есть какое-то восстановление рынка вторички. Спасибо большое, Ирина. У нас в студии была Ирина Фомкина, старшая аналитика Альфа-Банка. Мне кажется, разобрали мы эту многогранную и волнующую всех тему недвижимости со всех сторон и стоимость жилья и четыре наших прекрасных девелопера. И также напомню, что сегодня начнутся торги после 16.00 на Мусбирже региональным бумагами регионального девелопера Апри. Посмотрим, кстати, как пройдет первый день. В последнее время у нас бумаги только-только выходящих на биржу компаний показывают снижение. Смотрите нас каждое утро в 8.30, 9.40, ютуб-канал РБК Инвестиции, телеграм-канал Самтоинвест.